Нет провокациям и смуте. Очередной штаб по комплексному развитию региона Алексей Русских начал с актуальной повестки. Радовать врагов, провоцировать общество на волнение недопустимо. Губернатор высказал позицию по поводу недавних заявлений полководца частной военной компании Евгения Пригожина. Глава региона солидарен с президентом Российской Федерации. Всем ясно, что этот демарш только сыграл на руку нашим врагам. Все украинские враждебные западные СМИ и телеграм-каналы радостно муссировали этот информационный повод. Заинтересованными лицами в мятеже могли стать только враждебное украинское правительство и западники. Это была бы реализация их лучшего сценария. Перешли и к региональным новостям. Ульяновцы охотно заключают соцконтракты на создание бизнеса, на подсобное хозяйство и на пособие при поиске работы. Министр соцзащиты обратилась к главам районов области для того, чтобы местным жителям эффективнее доносили информацию о программе. В этом году мы пока не достигли планового значения реализации социального контракта. У нас уже прошло полгода, но, к сожалению, с 4000 социальных контрактов мы заключили только 1015. Это чуть более 24%. Специалисты соцзащиты планируют изменить условия оформления соцконтрактов. По словам Анны Тверсковой семьи участников СВО смогут оформить договор легко. Зарплаты военных учитывать не будут. Старшеклассники прошли главные школьные испытания. Единый государственный экзамен сдан. Осталось только узнать результаты по всем предметам. В этом году не обошлось и без нарушений. Благодаря видеонаблюдению в аудиториях озорников со шпаргалками заметили и отправили домой. Пересдавать экзамены они будут не ранее 1 сентября. Шесть связано с наличием мобильного телефона, которым ребята попытались воспользоваться во время экзамена. И 17 с использованием письменных заметок. В этом году 100 бальников стало больше почти в два раза. Я повторюсь, мы получили результаты по всем предметам, кроме информатики иностранного языка. Если говорить у вас о кубальниках, то на слайде видно, что в этом году количество детей, набравших 100 баллов, выросло достаточно серьезно. В прошлом году было 28, в этом году 42 таких выпускника. Первая смена в детских лагерях завершилась. Более 30 тысяч ребят уже вернулись домой с отдыха. Детей, находящихся в сложной семейной ситуации, ребят из семьи участников спецоперации путевками обеспечили за счет государства. В июне таких деток было 1047 указанной категории. Мы продолжаем принимать заявления для отдыха детей. И этой категории в том числе места для таких семей у нас имеются. Позитивными новостями поделился министр экономического развития и промышленности. Местные производства работают эффективно. Особенно это заметно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Что касается промышленности, то индекс промышленного производства у нас составляет 94%. Он, конечно, остается меньше 100%. Но вместе с тем на начало года этот показатель составлял всего 87%. Мы отмечаем, что фактически большинство отраслей показывает положительную динамику. Предприятия оборонно-промышленного комплекса наращивают объемы производства от двух до четырех раз. Легкая промышленность и металлургии тоже выросли в показателях. По словам Николая Зонтова, сельхозпроизводители выполняют план свыше 100%. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.